Ну что с идеей прицепиться к слабости пункта Ж6 и попытаться убрать? Ну там, С5. С5. Дело нет. Как? Как? С кем? Слоном. Ну, слоном, да, наверное, интересная идея. Но она вот правда неправильная. Тут я боюсь, что, во-первых, собственные взятия, наверное, возможно, я не знаю, что там будет. Да, ну здесь можно просто взять этого слона и ничего страшного там не случится. Он как раз ключевую роль играет, на самом деле, в последующей матовой атаке, поэтому лучше его вот так вот не отдавать. Здесь если отдавать, отдавать надо что-то другое. Ну, опять же, я говорю, что слабость пункта Ж6, смотрите, и то, что конь не только защищает пункт Ж6, он еще кое-чего защищает. Пешкой надо делать? Пешкой надо днять? Скажи, какой пешкой делать ты хочешь на детьми? Дэй 7 защищает. Вот так, что ли? Чшшшш. Можно? Нет. Так, нельзя, к сожалению, потому что пешка на третьей детьми, она не может так пойти. А слоном походить надо дэй 7. Слон дэй 7. Типа идея перекрытия, ну, поменялись перземьем. Я понял. Поменялись перземьем. Но взять конем, кстати, очень плохо, потому что если ты наш конем, то ты неожиданно оставишь козе для защиты. Это на это, собственно, и рассчитан этот ход, но... А, на этом... Ну, это немножко на... Никто что... Даже млада точно... Не, ну, черные просто, как черные поменяются здесь. Помощь зала готова. Помощь зала готова? Ну, давайте первый ход. Помощь зала... Так, где у нас... Что у нас стоит? Да. Давайте в помощь зала. А если белым звезем на G6? Теперь G6. На самом деле именно это решение. Но, а теперь давайте подумаем, что здесь... Теперь вот детская группа. Какие ответы вообще есть у черных в этой позиции? Вот просто... Конем побить. Конем побить. А еще? Посмотри. Для формальности. Отойдено. Побить. Если мы... Давайте посмотрим сам процесс. Если мы возьмем, мы зайдем на G8. Что будет тогда? На G8. Какой? На G8, да? И поэтому так отходить, конечно, не нужно. Нужно побить этого конем. Это единственная защита от немедленного мата. А теперь вопрос, что теперь делать? Ладья G8. Так, ладья G8. Смотрите, зачем мы жертвовали, да? Я же говорил, что конь защищает... Да, как называется перегрузка. Конь защищает не только поле G6. Он еще и перекрывал здесь восьмую горизонталь, по которой идет решающая атака. Мы не могли его слить, потому что у него было достаточно защиты. Но теперь он сам ушел. Он вынудили уйти. И теперь решающая атака. Смотрите, ладья G8. Что делать с королем? Бежать на H7. И будет мат пешка. Король H7 единственный вообще возможный ответ этой позиции. Смотрите, да, ладья защищена. Отходить больше некуда. Мат пешка. Пешка. Вот теперь. Красота. Забираем. Ладья по-прежнему защищена. Бить ее королем нельзя. Отходить нельзя. Отходить нельзя. Пешка защищена ладьей. И так, и здесь, что важно, смотрите, здесь стоит пешка H6. Небудь ее, да, все это бы не работало. Король не может побежать ему, свои фигуры и сужие фигуры мешают. Вот таким образом задачка и решается. Но с помощью зала немножечко получилось, да? Так, у нас еще есть, у нас еще на одну задачку время.